Испания 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 И Испания 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 Было формально более десятка Он одновременно был королем Леона, Кастилии, Валенции, Арагона, Галисии, Севилии, Мальорки, Гранады, Навара, Сицилии, Неаполя, Венгрии, Хорватии и прочее А также королем Германии, Италии, Бургундии И титулярным королем Иерусалима Мужик ни в чем себе не отказывал Чтоб себя немного разгрузить, Австрию и пост император Германии он практически сразу передает своему брату Фердинанду На начальном этапе своего правления Карл подавил восстание Камунерос Которое произошло в 1520-х-22-х годах в Кастилии После этого он становится самым могущественным правителем на европейском континенте И возглавляет самую обширную империю Европы И могущество Испании отошло на второй план только с приходом эпохи Наполеона Но до него пока что далеко Управление этим государством и заморскими колониями осуществлялось из Севилии Хотя фактически столицей был Мадрид В смысле формально, юридически Сначала колонии Кастилии в новом свете не приносили особых дивидендов Первоначально сказалось положительное влияние на объемы торговли и развитие промышленности Но торговля была существенно ограничена Затем в 1520-х годах на богатых месторождениях нового света начинаются добычи серебра Это на таких территориях как Гуанахуата, Потаси и Сокотехас Только после этого заморские колонии становятся источником неебически огромного дохода В течение всего 16-го столетия Испания получила от колоний с золотом и серебром Примерно 1 триллион 500 миллиардов долларов И это по котировкам 1990-го года Так-то там еще больше сейчас, по идее Однако, мое любимое, однако Постепенно ввоз золота и серебра в Испанию из колоний значительно превзошел объемы местного производства Тут радостная жизнь пошатнулась и началась Нормальные историки назовут это сильной инфляцией Но это слишком мягко С ввозом золота и серебра в Испании начался полный экономический пиздец Ухудшала ситуацию инквизиция Которая привела к изгнанию как бы марисков и евреев Евреи-то понятно кто, а мариски, что буквально переводится как мавриташки Это арабы, принявшие католичество в Испании Так вот их решили выгадать нахуй, ну типа почему нет И абсолютно поебать, что представители этих народов играли ключевую роль в ремеслах, торговле и производстве Как вроде неглупый Карл Филиппыч позволил этому случиться хер знает Но типа производство и торговля это немножечко так, ну как бы важные факторы И такое количество золота и серебра на рынке Испании привело к тому, что страна стала полностью зависимой от иностранного сырья И различных импортных товаров Местные производства тупо атрофировались Испанские граждане с деньгами вкладывали свои деньги в юрос Он наверное по-другому произносится как хурос какой-нибудь, но по-русски юрос Это буква й, если чё Джей это вот эти вот англичашки чё-то там неправильно прочитали Так вот, юрос этот Есть государственные облигации Которые погашались посредством импорта серебра из колоний А в реальное производство и сельское хозяйство никто не инвестировал Согласно средневековым представлениям аристократов о жизни Ручной труд во всей Испании считался недостойным В это же время в других странах Западной Европы такие представления о жизни постепенно стали отмирать В этот момент в Европе складывается очень интересная ситуация Увеличение оборота золота и серебра, который лился рекой из колоний Испании в новом свете Способствовало социальной и экономической революции в Англии, Нидерландах, Франции и других странах А в самой Испании всё было как бы с точности да наоборот Научное испанское сообщество всеми силами пыталось достучаться до Габзургов Со словами Алё, блядь, у вас инфляция, пиздец Приостановите, пожалуйста, хоть чуть-чуть добычу серебра и золота с платиной Чем больше у вас их, тем вы не богаче Образумьтесь, блядь, вы на них цену сбиваете Но те в пьяном угаре Филипыч с ними Точнее, точно даже не в пьяном, а в наркотическом угаре Ибо им точно завезли различные товары из Америки Ну, травки там всякие Отвечали этим наукарям, как Ельцин Одна фраза от вас зависит Не будет Не будет девальвации Твёрдый и чёртый Твёрдый и чёртый Ну или не как Ельцин, но примерно Короли тратили полученные богатства из колонии на введение войн со своими европейскими соседями Испания вела войны с Османской империей, Францией А также использовала богатство для подавления бунтов в Нидерландах Об этом будет дальше Причём несколько раз габзургская Испания объявляла о банкротстве О банкротстве Страна Корона И не выполняла обязательства по кредитам Это с утем водоходом В триллион В триллионы миллиардов Да Ну, казалось бы, шаги по решению очевидны Но, сука, не габзургам Испанская империя банкротилась в три раза Это происходило в 1557 году, 1575 году и 1596 годах Помимо войн, Испания становится оплотом католической церкви В борьбе с реформацией, которая происходит в этот период В частности, Карл Филиппович пытался подавить реформацию, выпустив Ормский Эдикт Это тот самый, который был послан Мартином Гансовичем Лютером Одной из основных своих миссий Карл Пятый считал защиту европейских стран от мусульман В частности, от Османской империи Которая набрала большую силу к тому моменту Важной миссией также было распространение католицизма в своих колониях Это осуществлялось мерами принудительного характера Что уже как бы противоречило христианским постулатам Рим делал вид, что ничего не видел Ему нужны были подутедователи Или как их там звать? Не знаю, не суть Как можно понять, Филиппычу стало обидно Что какой-то там Лютер шалет нахер его указы И решает протестантов просто-напросто всех искоренить Но все было не так просто Лютер был не дурак И разгорелась борьба невиданная Помимо золота, серебра и платина Из колоний Нового Света в Испанию везут сахар, табак, всякие там помидоры Но главным образом листья коки Почему-то это всеми замалчивается Но самой выращиваемой травой на плантациях был вовсе не табак А вот это вот интересное растение Не знаю, можно ли его показывать на Ютубе Он странно к этому относится Наверное, не покажу Но сами загуглите Листья коки Ну да ладно Из колоний в Азиатском регионе в основном завозится шелк, фарфор и пряности всякие Примерно в то же время смотрят на азиатские территории Чтоб понять А можно ли еще и тут выращивать интересную травку? Если что, Иван Дмитриевич абсолютно против наркотиков Включая алкоголь и табак И даже, возможно, сахар Надо чуть разъяснить следующее Помимо колоний в Северной и Южной Америке Испания владела и управляла территориями в Африке Юго-Восточной Азии и Тихом океане Основным источником богатства для испанской короны Стали колонии Нового Света, как можно догадаться Испания завоевывала свои колонии в условиях конкуренции с Португалией Что тоже интересно Но в определенный период истории Португалия становилась частью владения Испании Вместе со своими заморскими колониями В остальное время эти страны заключали между собой Различные договоры о разделе колоний В разных странах мира В новом свете испанские колонии Охватывали всю Вестындию, Центральную Америку И практически всю территорию вдоль Анд Ну, горная система в Южной Америке Этот процесс подчинения зарубежных территорий Испанская корония получила название Конкиста Ну, просто завоевание Оно началось с момента открытия Доминикичем в Центральной Америке И продолжалось целое столетие Конкиста происходила организованно И собственником завоеванных колоний Становился испанский король собственной персоной Само экономическое освоение колоний в новом свете Представляло собой процесс силового подчинения И грабеж коренных жителей этих регионов В первую очередь конкистадоры стремились заполучить золото Ацтеков и инков Про которые разболтали им соседние племена С ацтеками было все просто Их ненавидели все Окружающие племена За их грабительскую политику И принесение человеческих жертв своим богам А приносили-то в основном не своих, а пленных Просто сто человек захватили Женщин, детей и стариков Похуй! Все вот туда вот Боги, здравствуйте! Получайте там это там кровь, мясо, кишки, говно Как вы любите в общем все Но нас не трогайте Нам пожалуйста тут урожайчик Воду там, чтобы ветер хорошо дул Чтобы вы ходили Короче, чтобы у нас все было хорошо А их нахер И племя тальтеков К которым высадились испанцы Принимают служивых Мадрида За богов И поясняют, что надо так Этот вот самый Теначтитлан 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 Где находится столица Ну это и есть столица как бы ацтеков Поделить на ноль Там очень много золота Но испанцы так и сделали Потом, когда золото ацтеков стало мало Пошли на инков Вот и вся история В первые несколько десятилетий завоеваний Было уничтожено около миллиона коренных жителей Помимо убийств и рабского труда Конкистадоры заражали местных жителей Неизвестными здесь болезнями К которым у местных жителей Как бы не было иммунитета вообще Чуть отматываю назад После того, как экспедиция Христофора Доминикача Добилась успеха внезапно В Америку потянулись Массы конкистадорусов Их собралось столько, что на Эспаньоле Ну вот Гаити Они образовали целый город Назвали Санто-Доминго Сейчас это столица Доминиканской республики Именно оттуда организовали Военные экспедиции Организовывали военные экспедиции На американский континент И прочие острова Карибского бассейна На самих Карибских островах Испанские конкистадоры Столкнулись лишь с племенами индейцев Карибов, собственно Карибские острова-то Развитие которых находилось на первобытной стадии Их даже убивать не пришлось Они сами Иммунитет был не к черту А вот завоевания колоний На материковой части Америки Оказались, ну, более сложными Здесь как бы были довольно крупные Государства индейцев С четкой иерархической организацией Крупными войсками И развитым хозяйством Одним из первых и наиболее знаменитых Конкистаторов стал Эрнан Кортес Он же Фернан де Кортес де Монрой И писаро Альтамирана Ему удалось покорить Государство ацтеков Которое располагалось На территории современной Мексики Он такой взял в плен Повелителя ацтеков Монтесума II Кортес отличался тем Что ввязывался в различные Военные авантюры С минимальным количеством солдат Он действовал не только военной силой Но и разжигая вражду Межместными вождями Значится Фернан де Кортес такой Де Монрой И писаро Альтамирана Взял Тиночтетлан Столицу ацтеков И государство ацтеков Быстренько так Поделилось на ноль Все Просто разъехалось Нахер Все города восстали Все отдельное стало И накинулись на них Соседи ихние И разгорелась борьба невиданная А испанцы Копаясь в золоте Ужидали нужного момента Движущей силой конкисты Стали люди Которые умели Профессионально воевать Благодаря реконкисте Напомню что весь 15 век Кастиле и Арагон Вели беспрерывные войны С маврами Постепенно отвоевывая У них Свой перенейский полуостров После окончания реконкисты Эти люди как бы Остались без дела И нашли такие Испанцы Куда их можно Применить После открытия колоний В новом свете Их устремили именно туда Несмотря на то Что во главу угла Ставились цели Защиты веры Интересно От кого в Америке то И обращение язычников В католическую веру Ну тут все понятно Интересно для чего Реальной целью было Как бы Обогащение В период с 1531 по 33 годы Испанские конкистадоры Завоевывали территорию Соответствующую Современному Перу Это была победа Над самым Сильным государством Индейцев Государство это Называлось Тауантисую Там проживали Инки Захватом страны Инков Руководил Франциско Писарой Гонсалес Который у себя на родине Был безграмотным Пастухом И дальним Родственником Кортеса Кстати То ли двоюродный Дядя То ли двоюродный Брат Ну короче Как-то так На месте Государства Инков Было создано Вице-королевство Перу А ну да На территории Мексики Было создано Вице-герцогство Пока что герцогство Потом королевство Вице-королевство Вице-герцогство Новая Испания Закрепившись здесь Конкистадоры Стали проводить Дальнейшее завоевание Колоний Вдоль Тихоокеанского Побережья Америки Это были Экспедиции Педро де Вальдивия И Диего де Альмарго В период С 1535 По 40 Годы Многие Искатели Приключений Тех времен Приезжали сюда В поисках Золотых кладов Ну там Легенды Об Эльдорадо Начинают ходить И все такое прочее В одном из таких Походов Гонсало Хименес Докесада Или Хименес В период С 1536 По 38 Год Покорил Племена Чипча Муисков Которые Находились На высокой Стадии развития Чуть ли не Порох Открывали Дальнейшее Завоевание Колонии Немного Задержало Сопротивление Арауканов Проживавших На юге Территорий Современного Чили И Аргентины Для вашего Понимания Утверждение В колониях Статуса Вице-королевства Означало Жестокую Колониальную Эксплуатацию И при этом Численность Местного Населения Сокращалась Очень стремительно Вот только Один пример Перед завоеванием Современной Территории Мексики В 1519 Году Там проживало Примерно 25 лямов Индейцев Меньше Чем через 100 лет К началу 17-го столетия Их число Уже было Около Одного Миллиона Человек А сейчас В нынешнем Мексике И США Индейцев Группы Науа В которую Некогда Входили Ацтеки Примерно Полмиллиона Поскольку Индейцы В основном Предпочитали Самовыпиливаться А не покоряться Завоевателям Местное Население Быстренько Сокращалось А для Экономического Развития Саморских Колоний Требовалась Рабская Сила И как Говорит Официальная История В результате Был налажен Поток Негров Из Африки Некоторые Писатели И священники Того времени Пытались Выступить В защиту Индейцев Но их Голоса Никто не Слушал Кому Это надо Основной Целью Было Получение Доступа К драгоценным Металлам И вывоз Их В Испанию В свое Время Изабелла Фердинанд Дали Разрешение На Переселение Испанских Подданных В колонии Нового Света При этом Ставилось Условие Что Две трети Добытого Золота Они должны Отправлять В Испанскую Казну На этих Условиях Испанские Короли Позволяли Организовать Экспедиции И помогали В их Оснащении Что интересно И важно Система Эксплуатации И рабского Труда Которая Создавалась В завоеванных Колониях Удовлетворяла Лишь потребности Испании На покоренных Территориях Не проводилось Никакого Внутреннего Развития А фактически Там просто Происходил Грабеж Местного Населения Перманентный Постоянный То есть К тому Уже Появилось Такое Явление Как Репортимьенто В переводе С испанского Означает Распределение То есть Колониальные Земли Вместе С проживающими На них Народами Делились Меж Крупными Собственниками В период 40-х годов 16-го века Наступает Дальнейший Этап Экономического Развития Колоний В новом Свете В этот Период В колониях Формируется Аппарат Колониальной Администрации К этому Моменту Здесь уже Было Два Вице-королевства Первая Упомянутая Новая Испания В которой Входила Мексика Центральная Америка Куба Техас Калифорния Бесполезная Пустыня Межними Новая Мексика Она Называлась Еще Венесуэла И острова Карибского Бассейна Еще Одно Вице-королевство Под названием Перу Включало В себя Все остальные Части Южной Америки За исключением Бразилии Вице-королевства Подразделялись На областя Имеющие Некоторую Автономию Главой Местной Администрации В них Были Генерал-капитаны Все они Назначались Из дворянства Испании И являлись Представителями Испанской Короны А как иначе-то Постепенно Упорядочился Экономический Уклад жизни Он строился На основе Извлечения Максимальной Всевозможной Прибыли При эксплуатации Природных Ресурсов Естественно Коренного Населения И рабов Сельское Хозяйство Поощрялось Колониальной Администрацией Недры Земля Были в собственности Испанских Монархов Не отчуждались Только Майораты Это Обширные Земли А также Земли Монастырей И церквей Большое влияние В испанских Колониях Имели Латифундисты Это Кропные Собственники Земли Везде Где были Пригодные Для обработки Земли Создавались Плантации На них Кое-что Выращивалось И на них Эксплуатировался Труд Рабов Европейских Каторжников Еще И общинников Из местного Индейского Населения Чтобы наладить Административное Управление В колониях Испания Взяла Существовали Раннеклассовые Общества И испанцы Просто адаптировали Их Под свои Интересы Представители Испанской Коронной Католической Церкви Оставили Основы Деспотической Власти У Месоамериканских Народов И инков Они Просто Объявили Что теперь Власть Над подданными Индейских Государств Переходит К Испанскому Королю А он Собственно Становится Во главе Властной Вертикали С помощью Общинной Организации Труда Они Легче Принудили Индейцев К рабскому Труду Молодцы На местных Плантациях В основном Выращивалась Продукция Для продаж На экспорт Репортимента Стала постепенно Заменяться Системой Которая Получила Название Энкомьенда В переводе Означает Покровительство Попечительство И защиту Местные Народы Передавались Собственность Короля Испании А тот Поручал Попечительство Энкомьенду Над ними Конкистадором Или Энкомендеро Этого тела Которые Энкомьенды Главы То есть Использовались Все те же методы Закабаления Как и на территории Самой Испании Во времена Реконкисты С 9 по 13 века Ничего нового Энкомендеро Принимали на себя Определенные Обязательства И получали Под свою защиту Различные территории С различным Местным населением А территории Естественно Делили так Чтобы на одной земле Не было Какого-то Единого племени Чтобы они Не смогли Сплотиться И восстать Там всегда Было Много народов Ну либо Если какие-то Очень мелкие Племена Их естественно Не трогали Ну то есть Ну они конечно Рабами были Но я имею ввиду Что их Не делили Хотя бы Меж собой Не разделяли Племена Энкомьенда Которая уже Устарела Для самой Испании Оказалась Уместной И успешно Прижилась В американских Колониях Индейцы Которые попали В кабалу Выплачивали Налоги Энкомендеро Собственности Которого Они находились Они работали На рудниках На его Плантациях На мануфактурах А также В роли Домашней прислуги На основе Энкомьенды Стали появляться Крупные Земельные Собственники На территории Колоний В Латинской Америке Энкомьенда Превратила Конкистадоров В законных Феодальных Владельцев Имевших В своем Распоряжении Рабов Поскольку Социальный Статус Конкистадоров Увеличивался Со временем Они могли упорядочить Свои отношения С королем Испании Четверть Своих доходов С местных Индейцев Они отдавали В королевскую Казну Во голове Общин Индейцев Стояла Верхушка Которая Называлась Косики Она служила Прослойкой Меж рядовыми Индейцами И колонизаторами Но роль Энкомендера Не ограничивалась Только экономической Эксплуатацией На них Возглавлялась Обязанность Приобщения местного Населения К католической Вере Как можно заметить Успешно Как считают Некоторые историки Инкоменды Использовала Католическую Религию Для превращения Индейцев В безропотных Христиан Которые Смирились Со своим Угнетенным Положением Важной Составляющей Была Военная Компонента Инкоменды Как сложно Это Отправлять Профессиональную Армию В колонии Было сложным И дорогостоящим Занятием Поэтому В колониях Использовалось Военное Подразделение Собранное Из индейцев Инкомендера Такие Отряды Являлись Важным Звеном В поддержании Порядка В колониях Их Использовали Для Понятно Чего Для Проведения Карательных Акций При возникновении Каких-либо Восстаний Ну или Так Для Профилактики Службу В таких Подразделениях Сделали Обязательно Для Индейцев Мужского Пола В колониях Часто Бывало Так Что После Выполнения Своих Военных Обязанностей Индейские Ополченцы Возвращались К труду На плантациях Или на Мануфактурах Со временем В колониях Стали появляться Новые Собственники Которые Уже Не имели Права На Энкоменду Им Приходилось Брать Общинников В Аренду Когда Им Требовалось Выполнить Какие-либо Работы В сельском Хозяйстве На Предприятиях И Шахтах И тут Пришло Время Для Введения Новых Законов Число Энкомен В колониях Их Полномочия Сократили А большую Часть Общинников Вернули Под управление Короля Испании Администрация Колоний Стала Самостоятельно Привлекать Общинников На различные Принудительные Работы Они Были Организованы По традиции Местных Народов Существовавший До Прихода Сюда Колонистов В частности У инков Это была Трудовая Повинность Мита А от стеков Коти Но труд Индейцев Стал оплачиваться Через Общинные Кассы Теперь У инков Также был обычай Под названием Митмака Власти В колониях Стали использовать Его для Насильственного Переселения Индейцев В другие Районы Когда это Было Им Необходимо Часто Это требовалось Для работы На определенных Рудниках Задачей Первоочередной Важности Для Испании На протяжении Нескольких Веков Являлся Вывоз Золота Серебра И платины Из колоний В метрополию Некоторые Рудники В Мексике Где добывалось Серебро Работают И в наши дни Оно не иссякло Даже близко На территории Современного Государства Боливия В 16 веке Была открыта Гора Назвали Сьерра Рико Де Потаси С большими Залежами серебра Перевожу На русский С испанского Сьерра Горная цепь Рика Гора Потаси С языка Кетчуа Означает Грохот Сьерра Рико Де Потаси Таким образом Грохочущая гора Что находится В горной цепи Ну как-то так Потом здесь Основали город Назвали просто Потаси В период С 16 по 17 века Здесь объемы Добычи серебра Превышали все Рудники Западной Европы Вместе взятые Так-то После того Как стало Использоваться Амальгамирование Серебро ртутью Индейцы Стали выдерживать На серебряных Рудниках Не более полугода Амальгамация Это метод Извлечения Металлов Из руд Растворением В ртути Работа Там стала Равносильной Смертному Приговору Ибо Ртуть Гудраргурум В общем Задница тебе Если изволишь Подышать им Хоть чуть-чуть Но Никто За это Не беспокоился Это ж Индейцы Какие они Люди Думали Простые Испанцы И их Руководители А С помощью Принудительных Отработок Можно было Легко Восполнять Потери Их же Как бы До хера До хера Ну вот Как бы Пусть будет Чуть поменьше Нам только Место Освободиться Индейское Население В колониях Жило В крайней Нищете Для Притупления Голода И снижения Утомления Индейцы Употребляли В пищу Листья Коки Кроме Рабов Из Африки И местных Индейцев В американских Колониях Были свободные Сельские Жители Их основу Составляли Бедные Жители Из Испании Которые Приезжали сюда В надежде Получить Земельный Участок Благо Такая Надежда Все-таки Была Их Белые Потомки Которые Родились В Америке Называются Креолы Эти люди Заселяли Пустующие Участки Ну или Получали Своё владение Процелярные Наделы Города На территории Колонии Развивались Очень Как бы Медленно Городское Население Было меньше 10% От общего Числа Жителей Да и Города Появлялись Только в тех Местах Где рядом Ввелась Добыча Полезных Ископаемых А также Рядом С крупными Портами До конца 17 века В колониях Свободных Рабочих Практически Как бы Не было Среди Них Можно Назвать Лишь Несколько Категорий Это Некоторые Наемные Рабочие Назывались Пионы Которые Получали На рудниках Часть Добываемого Ими Золота И серебра Пастухи Ещё Которые Звались Лионерос Могли Требовать Оплату За свой Труд Вперёд Постепенно Группы Наемных Рабочих В колониях Стали участвовать В активной Освободительной Борьбе Против Метрополии В том числе С оружием В руках К 18 веку В колониях Усиливается Процесс Этнического Развития Постепенно Появляются Группы Свободных Христиан Формирующих Свои Новые Традиции В качестве Примера Можно назвать Социальные Группы Лионеро Рончеро Гаучо Проживавших На территории Современных Государств Колумбия Мексика И Венесуэла Тогдашние Новые Испании И Новые Гранады В этих районах Свободное население Быстро Трансформировалось В наёмных Работников Вокруг которых Сформировались Центры Будущей Революционной Активности Они стали Людским Ресурсом Во время Войны За независимость В период С 1810 По 26 Годы До этого Мы ещё Дойдём В Бразилии Которая являлась Колонией Португалии И Испании Основной Рабочей силой Стали Негры Из Африки Которые Вытеснили Индейское Население Здесь Шло Активное Смешивание Африканцев С европейцами И малочисленными Индейцами Появление Новых Мулатных Этнических Типов Оказали Своё Влияние На быт И народное Творчество Бразильцев Здесь Наблюдалось Часто Неповиновение Хозяевам Плантаций Побеги И сопротивление Властям Колонии К шестнадцатому Веку Набирает силу Османская Империя Помните Такую Завоевания Османов На европейском Континенте Начались С победы При Мохочи Тогда Османская Армия Нанесла Сокрушительное Поражение Объединенным Силам Хорватов Венгров И чехов Карл Филиппыч Габсбург Выбрал Стратегию По сдерживанию Османской Империи С использованием Морских сил Используя флот Он не давал Туркам Высаживаться В восточной части Средиземноморья На территории Венеции Параллельно С этим Шло перекраивание Испанских Колоний Северной Америки Венеция Если что Это не как сейчас Какой-то Затопленный Город В Италии А если что Вот такая вот Ну Нехилая Фракция Скажем так В 1535 Году Испания Захватывает Тунис И Порт Лагулет Ибо Пираты Их изрядно Подзадолбали В то же время Испания Теряет значительную Часть своих владений В этом же регионе В период С 1522 По 54 Год Были потеряны Такие колонии Как Пиньон Девелес Дела Гомера Санта Крус Дела Мар Пикенья Алжир Триполи Беджая А забегая Вперед В 1569 Году Были потеряны И завоеванные Ранее Тунис С Лагулетом В 1565 Году Турки Попытались Захватить Остров Мальта Который Имел Важное Стратегическое Значение Мальту Все-таки Смогли Остыть Защищавшие Остров Госпитальеры Они Кстати Колонии В Америке Имели Ролик Был Вскоре Умирает Сулейман Великолепный И Османскую Империю Озглавляет Селим Второй Менее Способный В военном Плане Правитель А наш Товарищ Карл Филиппович На тот момент Был уже В земле И все Его титулы Принял Его сын Филипп Второй Стало Быть Карлович В результате Филипп Карлович Правивший Испанией На тот Момент Решается На боевые Действия Против Турецкого Флота В 71 Году Объединенный Флот Испании Венеции И Папы Римского Разбил Флот Османов В крупном Сражении При Лапинто Победа Положила Конец Гегемонии Турков В средиземноморских Краях Кроме того Она имела И другие Последствия Она значительно Подняла Престиж Испанского Государства Это помогло Филиппу Карловичу Продвинуть Идеи Контрреформации На европейском Континенте Стоит сказать Что турки Довольно быстро Оправились От этого Поражения И В 74 Году Отвоевали У испанцев Тунис Сделав Там Подчиненный Эолет А также Минуя Алжир В 76 Году На своих Штыках Вернули Абумарван Абталь Малика На марокканский Трон Позднее В 80 Году Султан Османской Империи Заключает Перемирие С Испанией В средиземноморье Эта передачка Нужна была Османам Для вторжения В Персию Где в этот Момент Умирает Персидский Шах Тахмасп Первый Стоит Также Сказать О том Что в первой Половине 17 века Испания Завоевывает Колонии Ла Мамора И Лараче Над территорией Марокко И остров Пиньон Де Алусемас Расположенный В Средиземном Море Однако Через несколько Десятилетий Испанская корона Успешно просирает Свои колонии В Марокко Они это умеют В Европе Основные конфликты В Испании Происходили с Францией Ранее Карл Филиппыч Рано Я его похоронил Например На 20 минут Придется возродить Ввел Боевые действия С Францией За итальянские территории После восхождения На трон Карла Филиппыч Король Франции Франциск Первый Карлович Оказывается В окружении Земель Габзургов Со всех сторон Он кстати Тоже участвовал В выборах Короля Германии Но Карл Филиппыч Понабрал кредитов И подкупил Всех избирателей И Франциск Карлович Тоже там Понабирал кредитов И попытался подкупить Но вот только Карл Филиппыч Заплатил больше И в итоге Он проиграл В результате Он решается На сражении в Италию Чтоб показать Этим Габзургам Честные выборы Естественно Такой план Заканчивается Катастрофой Французская армия Последовательно Терпит поражения При Биоке Павии И Ландриана В период С 1522 По 29 Годы Причем В сражении При Павии Франциск Первый Попадает в плен В результате Ему приходится Вернуть Испанию Милан Клемент Седьмой Который тогда Был папой римским До того как стать Папой его звали Джулио Медичи Ага Становится На сторону Франции И ряда итальянских Государств В этом конфликте Однако вскоре За невыплаты Жалований Испанской армии В Северной Италии Войска предали Грабежу Рим Пара-пара-пам Пу После этого Главы католической церкви Стали Болихе Осторожно Вмешиваться В дела Светских властей Короче В 1529 году Карл Филиппыч И Клемент Джулио Джулианыч Заключают Барселонский мир И между ними Устанавливаются Отличные отношения Джулианыч Признает Филиппыча Королем Ломбардии А в ответ Просит Предпринять Военное вторжение Во Флорентийскую республику А то как это так Тут священный город Расположен А рядом с ним Какая-то республика Непорядок А кроме того Годом ранее Испанский флот Разгромил французов В Генуе И восстановил Ее независимость В результате Карл Филиппыч Смог снова Получать займы От генуэзских банкиров Эти события Приводят к тому Что Францис Карлыч Король Франции В 1543 году Заключает альянс Султаном Османской империи С Сулейманом Селимычем С погонялом Великолепной Для того чтобы Оккупировать Ниццу Которая находилась Под контролем Испании Ну план План конечно Да Понимаю конечно Точка выгодная Но Че-то как-то Размах для Сулеймана Великолепного Слишком уж маловат Но В этом конфликте На сторону Карла Филиппыча Встал английский король Генрих Восьмой Он же Генрих Генрихыч Тюдор Сначала Испанская армия Потерпела крупное поражение При Черезоле И потеряла Ниццу Но После вторжения Генриха Генрихыча Во Францию Франциск Карлович Был вынужден Заключить мир А младший брат Карла Филиппыча Фердинанд Филиппыч Со своей Австрийской армией Продолжал боевые действия Против Османской империи После заключения Мира Карл Пятый Филиппыч Габзург Направил все Свою усилие На борьбу С оборонительным союзом Под названием Шмалькальденская лига Название Как будто бы Какой-то преступной группы Шмалькальденская лига Но не совсем Это Объединение Княжества городов Которое было направлено Против религиозной политики Испанского императора У Франции И Шмалькальденов Был заключен союз Направленный против Карла Филиппыча Его целью была Защита интересов лиги В Германии После поражения От Испании И Англии В 1544 году Франциск Аннулирует этот союз С протестантской лигой Карл Филиппыч Поспешил Использовать это В своих целях И попытался провести Переговоры На Триденском соборе Однако В этот момент Протестанты начинают Боевые действия Под руководством Некого Морица Это Саксонский Куртфюрст Еще одна перемена Чтоб вас окончательно Запутать В ответ на действия Морица Августовича В Германии Входит Объединенная Испанская И голландская Армия Которая Громит протестантов В сражении При Мюльберге Произошедшем В 1400 Почему? В 1547 году Позднее В 55 году Был подписан Аугсбургский Религиозный мир Меж протестантскими Государствами И Карлом Филиппычем В Германии Был установлен Мир по принципу Чья власть Того и религия Все просто С этого момента Испанский король Становится Гарантом Безопасности Католиков В границах Священной Римской империи У Карла V Был единственный Законорожденный сын Он зашел На престол Испании Под именем Филиппа II И правил С 1556 По 98 год Австрийское наследство Они разделяли С его дядей Фердинандом Филиппычем Вы его уже знаете Когда Филипп Карлович Сыграл свадьбу С Марией Генриховной Тюдор Испания И Англия Заключили союз Да Это та самая Кровавая мэри Во Франции В 1547 году На престол зашел Генрих II Францискович Который практически Сразу Объявил войну Испании Филипп Карлович Повел успешные Боевые действия И нанес поражение Французской армии В 1557 году Под Сан-Кантеном А еще через год Он разгромил Войска Генриха При Гравилине Результатом Этой войны Стал Ката-Кембризийский мир Подписанный В 1559 году По этому Договору Подтверждались Притязания Испании На земле Италии После подписания Этого договора Как-то так уж Получилось Как-то вот прям совпало Что Генрих Францискоч Погиб на рыцарском турнире Во Франции На 30 лет Наступает Гражданская война И религиозные столкновения В результате Франция Перестала составлять Противовес Испании И правящим там Гятлургам А поскольку Не было сопротивления И противодействия Французов В период С 1559 По 1643 год Испанская армия Достигла Пика своего могущества И максимального Территориального Расширения За счет владения В Европе И за счет Заморских колоний В 1557 году Состоялось Банкротство Филиппа Карлыча В результате Создания Генуэзского Консорциума Банкиров А вместе с тем Произошло Разорение Немецких Банкирских домов И дом Фугеров Уже не являлся Основным финансистом Испанской короны Теперь кредитом Испанских Капзугов Обеспечивали Генуэзские банкиры Да Капзугов Я их не могу Произносить название Капзугов Поэтому будут Серебро из колоний Теперь направлялось Не в Севилью А короче В Геную Мирное время Для Испании Длилось Недолго В 1566 году Поднимается Восстание Кальвинистов В Испанских Нидерландах По территории Они примерно Соответствовали Современном Бельгии И Низоземске Собственно Нидерландам На этом канале Она называется Именно так Не Нидерланды А Низоземска Распространяйте Филиппу Карлычу Эти земли Достались по наследству От Карла Филиппыча По бургундской ветви Филипп Карлыч Приказал Подавить Восстание Герцогу Альбе Фернандо Альваресу Деталеда И Пиментель Фернандо Горосиевич Короче говоря По-русски Устроил В Нидерландах В Низоземске То есть Настоящий террор Тот на сцене В роскошных Одеяниях Не знаю Как эта херня В них называется Появляется Вильгельм Первый Аранский С покаялым Молчаливый В 1568 году Вильгельм Вильгельмыч Попытался остановить Фернандо Горосиевича С этого момента Началась Восьмидесятилетняя Война По завершении Которой Соединенные Провинции Получили Независимость Но пока Погодите Поскольку Испанская корона Получала доход Немалый От Низоземски Филипп Карлыч Стал Решительно Наводить порядок В этих провинциях Если сравнивать С колониями В новом свете То Один порт Антверпен Приносил Испании В семь раз Больше дохода Чем вот Вся вот эта Вот Территория Вот Объемчик Наблюдаете Да Голландские Каперы В 1572 году Захватывают Ряд Прибережных Городов В Низоземске После этого Они объявляют О выходе Из-под испанской Короны И поддержке Вильгельма Вильгельмыча Аранского Конфликт Переходит В затяжную Фазу В 1974 году Голландцы Разрушают Дамбы У Северного Моря В результате Чего Испанские Войска Вынуждены Были снять Осаду Лейдена Через некоторое Время Филипп Карлыч Объявил О банкротстве Помните Да Я ж это не просто Так сказал И об отсутствии Денег для выплаты Жалования Армии И флоту Собственно В Низоземске В результате Этого Окупационная Армия Взбунтовалась И после Захвата Антверпена Начинают Грабеж В южной Части Низоземске Из-за этого Квостаршим Присоединились Несколько Городов Которые Ранее Не были Охвачены Волнениями Тогда Испания Пошла на Переговоры В результате Которых Была подписана Арабская Уния И в южных Провинциях Низоземске Восстановился Мир В ответ На это Низоземска Создает Альянс Северных Территорий И Отрахтскую Унию А в 81 Году Они подписывают Акт о Клятвином На Отречении В результате Чего Официально Свергают Филиппа Карлыча С трона Низоземские Верность Испании Сохранили Южные Провинции Ну там Размером Современную Волонию И Пикардию В качестве Правителя Здесь был Настачен Генерал Губернатор Дон Хуан Австрийский И он Тоже Был Карлыч Ну то есть Незаконорожденный Или даже Может быть Незаконорожденный Сын Карла Филиппыча В 1580 году Умирает Последний Португальский Король Энрике Мануэлевич Авис И Филипп Карлович Предъявляет Претензии На трон Португалии Он отправляет В Лиссабон Герцога Альбу Во главе Армии Ну того самого Фернандо Горасиевича Вы его помните В результате Под Испанской Короной Оказывается Вся Португальская Империя Вместе Со своими Колониями В новом Свете Там Бразилия В Азии Там Ну фактории В Индии Макао И в Африке Держать Португалию Под своим контролем Можно было Но лишь Имея оккупационные Войска В этом регионе Своё положение Испанской Короны К этому моменту Стало Ну Шатковатым Инфляция Так немножечко Жрёть И экономический Пиздец О котором сказано Ранее Этого никто Не отменял И немножечко Так Ситуация Ну Не из лучших Так сказать В 1584 Году Фанатик И большой поклонник Филиппа Карлыча Бальтазар Жерарь Убивает Вильгельма Вильгельмовича Аранского Но Со смертью лидера Восстания В Нидерландах Не прекращаются А В 1586 Году Елизавета Генриховна Тюдор После Кровавой Мэри Ставшей Королевой Англии Встала На сторону Франции И протестантов В Нидерландах После этого Известный Пират Капитан Фрэнсис Эдмундович Дрейк Это если что Пират Да там Пролив Дрейка И так далее Но он Пират Как бы Стал нападать На торговые Суда Испании В Тихом Океане И Карибском Бассейне В 1587 Году Дрейк Даже напал На испанский Порт Кадис Это как бы Не хухры-мухры Это там Ну Третий Или четвертый По важности Порт Чтобы прекратить Вмешательство Елизаветы Генриховны Филипп Карлыч Отправляет Морскую Армаду К Туманному Альбиону Англичане Получили Предупреждение Об этом От своих Шпионов В Низоземске И Успели Подготовиться А дальше Все мы знаем Что произошло С непобедимой Армадой Но В 1589 Году Экспедиции Фрэнсиса Эдмондовича Дрейка И Генри Фрэнсисовича Норриса На Азорские Острова И Португалию Оказались Крайне Провальными Флот Испании Стал Более Эффективным И начал Успешно Отражать Нападения Английских Каперов Поэтому В течение Англо-испанской Войны С 1585 По 1604 Год Золото И серебро Из колоний В большинстве Своем Достигало Испании Это как бы Очень не нравилось Елизавете Генриховне И вообще Всей Англии Параллельно С этими Событиями Испания Прилагала Массу Усилий Для Разжигания Религиозных Войн На территории Франции После того Как умер Генрих Второй Францискоич После него Кстати На трон потом Зашел Генрих Третий Генрих И в 1589 Году Религиозный Фанатик Жак Климан Его убивает Генрих Генрихич Был Последним Из династии Уолуа На французский Престол Сходит Генрих Наваррский Он же Генрих Жаныч Де Альбре Он стал Первым Из династии Бурбонов Он одержал Ряд побед В битвах При Арке И Иври Для того Чтобы помешать Генриху Жанычу Занять престол Франции Испанцы В 1590 году Отправили Вовтуда Часть своей армии Из Низоземски Испания Оказалась В очень такой Не очень-то ситуации Когда ей Пришлось Вести войну Одновременно В Низоземске А еще С английским флотом А еще Из Франции Финансовое состояние Было Просто жопью Жопной Говоря по-русски Английское пиратство Наносило Серьезный ущерб В торговле С колониями Для спасения Государственной казны Испания Отказалась Платить По своим кредитам И сократила войска А еще Была вынуждена Подписать Верденский мир С Францией В 1598 году Испанская корона Все-таки Признала Генриха Жаныча Королем Франции И отказывалась От своих претензий По договору Ката-Кембрезийского Мира С Англией Мир был заключен В 1604 году После того Как англичане Увязали в партизанской войне С ирландцами И потерпели Ряд крупных поражений В морских сражениях Это произошло После восхождения На престол Якова I Генриховича Что было Из династии Стюартов Могущество Испании Также подорвала Эпидемия Чумы В Кастилии А еще Деятельность Инквизиции Чума На территории Кастилии Продолжалась С 1596 По 1602 Год По разным Подсчетам От нее Умерло Примерно 600 тысяч Человек Жители Кастилии Массово Уезжали В американской Колонии Или же Погибали В бесконечных Войнах А большую часть Дохода в казну И рекрутов Для армии Поступала Именно вот отсюда В 1609 Году Инквизиция Испании Выгнала Большую часть Мористков Из страны Помните Кто такие Мористки Буквально Мориташки Это арабы-католики Я напомню Они как бы Были главными Пролетариями Так сказать И таким образом С 1600 По 1623 Год Население Кастилии Сократилось Примерно на Четверть Что привело К катастрофическому Падению доходов Испанского королевства И значительному Ослаблению Страны Мир Который был Заключен С Францией И Англией Позволил Сконцентрироваться На восстановлении Порядка В голландских Провинциях В это время Армия Незазенске Под руководством Морица Вильгельмовича Аранского Захватывает Несколько Приграничных Городов Включая Бреду Главнокомандующим В Нидерландах Был назначен Амброжио Спиннола Дория Который Перебросил Все боеспособные Войска На голландцев Амброжио Филиппыч Был талантливым Полководством И мог полностью Захватить Незаземску Если бы не Банкротство Испании Которое случилось В 1607 году Королевство И Соединенные Провинции Заключили 12-летнее Перемирие В 1609 году Наступивший мир Позволил Немножечко Так восстановить Государство Подправить Финансовые дела Там И поднять Престиж Испании Однако Сидевший На троне Уже Филипп III Филиппович Оказался Не слишком Способным Правителем Мало Интересовался Политикой И предпочитал Отдать управление Испании Своим Приближенным Это стало Роковым Поступком В результате У роля страны Становится Талантливый Премьер-министр Герцог Лерма Франсиско Гомес Де Сандаваль И Рехас Он там Чего-то Хорошего Поделал В том году Его сменяет Бальтазар Де Суньига Считавший Что победу В Неземске Можно одержать Лишь в союзе С Австрией И правившими Там Газургами В том же году Фердинанд II Император Священной Римской Империи Вместе с Австрией После пражской Дефенстрации Начинают Войну Против Богемии И протестантской Уни Бальтазар Де Суньига Сыграл Значительную роль Во втягивании Испании В войну На стороне Австрийских Габзургов Амброжио Филиппович Спинола Возглавил Фламандскую Армию И отправился Для участия В новом конфликте Таким образом Испания Вступила В Тридцатилетнюю Войну В 1621 году Умирает Филипп III Филиппович И его место На престоле Занимает Филипп IV Филиппович Других имен У них не было Вместе с ним К власти приходит Военное крыло Премьер-министр Суниига Был, но чуть-чуть Послан Его сменяет Гаспар де Гусман Оливарес Который был Спасованным Государственным Деятелем Вскоре После вступления Испании В эту войну Они разбили Богемцев В битве На Белой горе Это 1621 год И при Штаттлоне 1623 год Почти Одновременно С этим Возобновляется Война В Низоземске И испанцы Под предводительством Спинолы Захватывают Город Бреда В войну Также вступил Кристиан IV Фредерик Внезапно Такой с севера Ёбнул Это датский король Если что На стороне Протестантской Унии Еще больше Переменных Мне нравится Однако Имперские войска Под руководством Альбрехта Венцеля Эусебиса Фон Валенштейна Нанесли ему Поражение В битвах При Луттере И Дессау Это 1626 год После поражения Датчанов Были покорены Протестанты На территории Германии Вместе с этим Возникла нестабильность Во Франции И в 1627 году Началась осада Ларошели События складывались В пользу Испании Оливарес понимал Необходимы реформы А значит Испании был Необходим мир А то как бы Ну неудобно как-то Но В первую очередь Нужно было Уничтожить Объединенные провинции Нидерландов Поскольку На их Деньги Финансировались Все войны Против Гавзургав Кроме того Предприниматели И колонисты Из Незаземски Подревали Монополию Испании И Португалии В колониях По всему миру Эй Товарищи Так дело Не пойдет Амброжио Спинола Вел успешную Войну Против провинций И решающий Перелом Был близок Но К 1627 году Экономика Кастилии Все Нет ее больше Испанская корона Для выплаты Расходов На армию Использовала Уменьшение Содержания Драгоценных Металлов В монетах Которая Получила Название Порча монет Кому Блять В голову Такая идея Могла Просто Прийти Это Все понятно Короче Из-за этой Порчи монет В Кастилии И в Испании В принципе Резко поднимаются Цены Пшш Вниз Ну в смысле Вниз Только в другой Вниз И до 1637 года На территории Страны Процветает Бартерная Экономика Правительство Страны Не может Собрать Необходимые Налоги С крестьян И находится В полной Зависимости От флота Привозившего Ценности Из колоний Его уже Звали Серебряный Флот Из-за Невыплаты В армии Войска Начинают Самостоятельно Добывать Все необходимое Для себя И соответственно В тех землях Где они Находились А Ливарес Предпринял Некоторые Меры По улучшению Сбора Налогов Просто Поднял Их Однако Низоземска За время 12-летнего Перемирия Значительно Укрепила Морской Флот И теперь Наносила Серьезный Урон Торговле Испании С колониями Некому Капитану По имени Пют Хайн Даже Как-то раз Удалось Захватить Три корабля Серебряного Флота Войска И флотилии Испанцев Были разбросаны По всей Европе А мы теперь Смотрим На всю ситуацию Кроме Защиты Морских Коммуникаций С колониями От французской И голландской Флотилии Им требовалось Еще и Защищать Средиземноморские Берега И колонии От набегов Османской Империи А еще Берберских Пиратов Которых Та поддерживала И которые Уже Окрепли И не были Под испанцами Как было При Карле Филиппыче Испания Отвечала По всем Направлениям Насколько Это было Возможно То есть Херово Она отвечала Для того Чтобы навредить Торговле Низиземске Испанское Правительство Поддерживало Дюнкерских Пиратов Которые Создавали Угрозу Для голландского Судохоства В то же время Адмирал Фредике Деталеда Руководивший Испанско-партугальским Флотом Смог захватить Ключевой город Сальвадор Что в Бразилии Ну то есть Отбить его У голландцев Которые Ранее Его подмяли Под себя Одновременно С этим Флоты Англичан и голландцев Изолировали Колонии Партугали В Азии И Африке В 1630 году Король Швеции Еще одна переменная Густав Второй Адольф Снимает Осаду С порта Штральзунд Ну это тот самый Который Густавус Адольфус Либера Этемпера Ну и так далее Штральзунд Был последним Городом На континенте Который Противостоял Императору Густав Второй Адольф По батьке Карлыч Был талантливым Полководцем И вскоре Одержал победы При Люцене И Брейдфельде Это значительно Помогло Протестантам В Германии Но ситуация Резко изменилась По гибели Густава Карлыча В битве Под Люценом Еще одной Которая Произошла В 1632 году А через год Имперские войска Наносят сокрушительное Поражение Протестантам При Нёрдлингине После этого Император Посмотрел На все это дело И предложил мир На который Согласились Многие княжества Германии Включая даже Королевство Саксония И Бранденбург Меж тем Французский кардинал Арман Жан-Дю Плесси Герцог Де Решилье Ну или более Правильный Конечно Решилье Так же как Не Ситроен А Ситроен Но кому на это Не насрать Короче Кардинал Арман Францич Был союзником Протестантской лиги И Низоземский С первых дней войны Его целью было Ослабление Могущества Гавзургав По этой же причине Он помогал Оружием И финансами Противникам Испании И Священно-Римской Империи Пражский мир Который был подписан В 1635 году Межимператором И протестантами Не устраивал Армана Франца Через Илье Поэтому Франца Объявила Войну Испании И Священно-Римской Империи Практически сразу После заключения Мирного договора Это чтобы вы понимали Что значит Все эти бумажки Поначалу Удача Способствовала Испанским войскам Они просто Выгоднее располагались Так повезло Они Продвинулись Потом на юг До городов Корби И Амьена Создав Реальную угрозу Захвата столицы Франции Под угрозой Нового банкротства Испании В 1636 году Угроза банкротства Над Испанией Всегда витает Гаспар Энрикич Оливарес Останавливает Продвижение войск В результате Передышки Французы Мобилизировали Свои ресурсы И войска В 1939 году Флот Испании Терпит Сокрушительное поражение От Низаземски В сражении Урейда Даунс В результате Армия в Голландии Была отрезана От снабжения И подкрепления В 1643 году Фламандская армия Была разгромлена Французскими войсками Под руководством Принца Де Конде По имени Людовик Генрихович Борбон Это было полное поражение В битве У Рокруа Одновременно Или даже одновременно Со всеми этими событиями При Филиппе Четвертом Филиппиче Начиная с 1640 года Происходит отделение Различных колоний И начинаются восстания В различных регионах Империи Внимание заслуживает Все из этого Но больше всего Война за независимость Португалии Например А также восстание В Каталонии Эти события Кстати произошли Буквально в один момент В 1640 году Но без предварительного Сговора Просто так совпало После этого Через год Произошел заговор В Андалусии А к концу 40-х годов Подобные события Произошли В Неаполе На Варе И на Сицилии При этом Войны за пределами Перинейского полуострова В этот момент Не прекращались Даже не думали В Португалии Революцию Возглавил Жоан Теодазевич Браганца Которому Потом дадут Погоняло Восстановитель Как вы понимаете Он претендовал На престол Испания Погравшая в войнах Ничего не могла С этим поделать Жоан Теодазевич Взошел Такой на престол Поправил 16 лет Наделал там Делов всяких Восстановил империю Собственно И умер себе Спокойно А его место Занял его сын Афонсо Шестой Ну то бишь Жоанович Тогда Испанцы Попытались Вернуть себе Контроль над Португалией Но это Закончилось Для них Поражением Дело было В 1663 году В битве При Амишьяле И в 65 году У Вилавискозы Окончательно Независимость Португалии Испания Приснала В 1668 году Возвращаемся В нашу Излюбленную Низоземскую Война Испании С объединенными Провинциями Была завершена В 1648 году Подписанием Вестфальского Мира По нему Испанский король Признал Независимость Этих самых Провинций Так были Завершены 30-летняя И 80-летняя Война Вскоре После этого Испанцы Потеряли колонии Табаго и Кюрасао В пользу голландцев Ну и так же там Ряд островов В Центральной Америке С Францией Война продолжалась 11 годиков Где-то При этом Экономика Испании Была Чрезвычайно Слаба И еле-еле Справлялась С финансированием Непрерывной войны Им Хватило сил На подавление Мятежа в Неаполе Год на экране У вас будет И в Каталонии А так же На победу В сражении С французами При Волонсьене Но Решающее сражение Произошло у Дюнкерка Там французы Под руководством Викента де Турена Андре де Латура Де Оверня Как там его Короче С помощью него И с помощью англичан Еще Что важно Разгромили Испанскую армию В Незоземске Результатом Стало подписание В 1659 году Пиренейского мира По нему К Франции Отходил Руссильон Артуа Фуа Существенная часть Лотарингии Кроме того По договору Испания Брала на себя Обязательство О браке Людовика 14-го Людовиковича Испанской Инфанты По имени Франсуазе Де Абинье Маркиза Де Ментенон А для простых Смертных Она просто была Франсуаза Константиновна После завершения Основных войн Филипп Филиппович Концентрировался На войне С Португалией Но время было Как бы безнадежно Просрано Сражение У Вилавискозы Которое было упомянуто Стало решающим В борьбе Португалии За независимость А Испания К этому моменту Уже находила Состояние Еще более Глубочайшего Кризиса Ну как говорят Историки В общем Экономический Пиздец Теперь был Ну в Кубе Не просто в квадрате А в Кубе И охватил Всю территорию Империи без остатка Включая даже Колонии Деньги Не стоили Ничего Золото и серебро Обесценивались На глазах При сохранении Под своим контролем Множество колоний По всей планете Испания Стала отходить На второй план А на первое место В Европе Вышла Франция Когда умер Филипп IV Филиппович Его сын Карл Был в возрасте Четырех лет При нем Регентом Становится Мариана Фердинандовна Австрийская Ну его мать А реальная власть Сосредоточилась В руках Отца Иезуита Иоанна Эберхарда Нидгарда Он был из Австрии В 1666 году Он получает должность Генерального инквизитора Что дает ему практически Неограниченные полномочия Нахождение Карла II Филипповичу Власти Историки делят На два этапа Первый Относится к периоду С 65 по 79 год В это время Экономика страны Продолжала деградировать А параллельно Велась острая Политическая борьба Меж отцом Нидгардам А также Фернандо де Валенсуэла Ротев Незаконорожденного Сына Филиппа Филипповича Дона Хуана Австрийского Младшего Он же Хуан Хосе Или Иоанн Иосиф Австрийский Короче Хуану Филипповичу Удается В 1677 году Организовать переворот В результате Нидгард и Валенсуэла Были отстранены От власти Про них даже Информации почти Нигде нет Видимо Почистили Второе Это правление Карла Филипповича Начинается В 80 году В это время Валида короля Становится Хуан Антонович Франциско Делосерда Он начал Экономические реформы Посредством Девальвации Валюты Цены выросли Очень уж заметно Но зато Начался Очень Медленный Но зато Рост Экономики В 85 году Пришедший Ко власти Граф Оропесса Мануэл Хоакин Альварес до Толеда Португаль, вводит ограничения на расходы для дворцовых нужд, чему, конечно, попротивились гавзурги, но со скрипом пришлось согласиться. Это была мера необходимая для предотвращения новых банкротств. В это время была очередная война с Францией, в результате которой влияние Испании в американских колониях и Европе, собственно, продолжало снижаться. Там происходили мутки и в итоге по Рейсвейкскому договору Испания отдала честь острова Испаньола французам. В конце 17 века во многих странах Западной Европы происходят масштабные изменения в экономической и социальной жизни общества, а в политической и экономической жизни Испании наблюдается полный застой. Рядышком во Франции происходит расцвет правления Людовика Людовикача XIV, в Англии происходит революция, а в Испании еще правило бюрократия, созданное еще при Карле Филиппыче и его сыном Филиппе Карлыче. Испании нужен был сильный монарх, а Карл Филиппыч был не способен к управлению государством. К тому же у него были серьезные проблемы со здоровьем, и все вокруг считали, что его заколдовали. У него даже погоняло было Карл заколдованный. Хотя все просто, он как бы Габсбург. Короче, он умер в 1700 году, не оставив наследника, ни единого, вообще ни намека. Возможно, это к счастью, ибо человек с такой харей нормальных наследников не оставит. Но он оставил после себя бумажку. И не туалетную, а важную. В нем он повелевал, чтоб, ежели он останется бездетным, то преемником назначить герцога Анжуйского, который являлся вторым наследником престола Франции. Таким образом, за герцогом Анжуйским признавалось право наследования всех титулов земель и колоний испанской короны. И таким образом, после смерти Карла Филиппыча на испанский престол сходят бурбоны. Первого представителя династии Филиппа V Людовика испанцы встретили не слишком радушно. Современники отмечали, что король слабовольный какой-то и находится под влиянием своего духовника. Однако, Филипп Людовикович не был транжирой, и богатство Испании он не расходовал на роскошь двора, и не раздавал состояние своим приближенным. Отчего все знатно так прихренели? Он ступил на трон в возрасте 17 лет. Филипп V Людовикович хотел быть, ну, хорошим монархом, несмотря на все различия и противоречия с подданными. Меж тем, завещание, составленное Карлом, признали далеко не все. Свои претензии на Испанию заявил Эрцгерцог Карл Второй Австрийский Фердинандович. Он все-таки Габсбург. В результате началась война за испанское наследство, которая продлилась с 1702 по 1713 год. Без лишних слов, война оказалась очень неудачной для испанской короны. Произошел ряд серьезных поражений, включая сражения на территории Перенейского полуострова. В результате неудачных боев были потеряны остров Минорка, Аран, а также Гибралтар. Именно Гибралтар стал одной из болезненных и серьезнейших потерь. Поскольку Филипп Людовикович понимал, что не может внятно управлять крупнейшей империей в мире, опыта маловато, он окружил себя наиболее образованными и квалифицированными людьми того времени. В результате Бурбоны вместе с теми людьми, которых они включили в состав своего двора, стали частью империи. Среди наиболее известных людей из этой категории можно назвать Алессандра Карловича Маласпина, Леопольду Григорьевича Эскелаче и других. В свое время его батя Людовик предложил Филиппу вернуться во Францию, забить на Испанию и просто хлебать венцо, но тот отказался. Он сказал, что испанскую корону ему даровал сам Бог и что он не собирается с ней так просто расставаться. Крупнейшие мировые державы на тот момент закрепили расстановку сил в Европе по Утрихтскому мирному договору. Филипп Людовиков сохранял за собой колонии за океаном, но уступал часть Миланских земель и остров Сицилию Савойе. Остров Минорка и Гибралтар теперь принадлежали Англии. Австрия получила в свое распоряжение Испанские Нидерланды, Сардинию, Милан и Неаполь. Утрихтский мирный договор также разделял французскую и испанскую корону, а Филипп отрекался от претензий на престол Франции. Англия тогда выторговала для себя право монопольной торговли рабами в колониях Испании на 30 лет аж. Это право получил название Асьенто. После того, как ко власти в Испании пришла династия Бурбонов в лице Филиппа Людовикича, административное территориальное отделение и управление государством было полностью вообще изменено. В частности, были изданы декреты Ноэва Планта. В соответствии с ними ликвидировались привилегии различных древних государственных образований на Принейском полуострове. Испанию поделили на генерал-капитанство, в которых действовали одинаковые законы. Эти реформы были проведены по образцу территориального отделения Франции для того, чтобы достичь большей централизации и однородности империи. Просто раньше было так, что более древние испанские территории типа Кастильи, Леона жили гораздо лучше, чем, например, Юг, который ранее был больше под мусульманами. В экономической сфере Филипп Бурбон был поклонником идей французских меркантилистов. Он применил их как бы везде, включая колонии за океаном, кстати. Главным направлением политики в колониях стало лишение власти аристократии, состоящей из креолов. Кроме того, Филипп Людойкович предпринимал энергичные действия для ослабления ордена иезуитов. Ну, короче говоря, последние представители ордена покинули колонии Нового Света в 1767 году. Я говорю это сейчас быстро и, может быть, обрывисто вот так вот как-то, потому что если это все рассусоливать, то выйдет еще на три часа материала. А вам это, наверное, не надо. Или надо? Было добавлено еще одно консульство в Веракрус, которое стало дополнением к уже имеющимся в Лиме и Мехико. В период 1717-18-х годов Каса де Контратасьон и Совет Индии переводился из Севильи в Кадис. Этот город становится единственным портом, через который идет торговля с колониями в Америке. Постепенно реформируется система исполнительной власти. По мере проведения реформ создаются государственные секретариаты, которые стали предшественниками министерств. И была проведена реформа акцизной системы, таможни, а также налоговой сферы. Тогда же в рамках реформы налоговой системы был создан Кадастер. В военной сфере также назрела реформа. Пойдем ва-банк! Полки испанской армии были преобразованы в Терции. Важнейшим шагом реформы армии стало объединение различных верфей флотов в единую армаду. Ну или по-русски военно-морские силы. Руководителями этих реформ стали лучшие специалисты по военно-морскому делу того времени, а именно Хосе Патаньо, Хосе Дель Кампильо, Зенону де Сума Дель Вилья. В результате проведенных преобразований Филипп V подготовил Испанию для новой политики экспансии. Он очень хотел, чтобы страна восстановила свои утраченные позиции. В 1717 году флот вновь вернулся на Сицилию и Сардинию. Однако, затем последовало сражение у мыса Писаро, и Испания была вынуждена уступить завоеванное. Под консолидированным натиском Англии, Австрии, Франции и Незоземские. При этом испанской дипломатии удалось заключить семейный пакт с Францией. По этому пакту королевство обеих Сицилий доставалось второму сыну королей Испании. Эта ветвь позже получила известность под названием Неаполитанские Бурбоны. Ну, потому что столицей королевства обеих Сицилий был город Неаполь. Все просто. Одной из крупнейших побед Испании за период владения колониями в Америке стало отражение осады Картахены. Это 1741 год. Во время войны за так называемое Ухо Дженкинса. Тогда англичане отправили для осады той крепости как бы 186 кораблей своего флота. На борту они несли примерно до хрена солдат. Сражение было наиболее крупным для королевского флота Англии на тот момент. Они в течение двух месяцев вели артиллерийский огонь со своих кораблев. И ничего не добившись были вынуждены отступить, потеряв около 18 тысяч человек и 50 кораблей. Склонения идут нахер. Из 23 тысяч человек, между прочим. Ключевую роль в этой победе сыграла стратегия адмирала Бланца Д'Алисо по отражению осады англичан. Испанцам удалось сохранить свое превосходство на морских просторах до начала 19-го столетия. Интересно, что цензура в Англии запретила распространять информацию об этом постыднейшем поражении. Поэтому даже в современной литературе лишь несколько изданий в Великобритании упоминают об этом событии. Естественно, мифов о нем крутится очень много. И больше всего, естественно, со стороны испанцев. Будто там было не 23 тысячи человек против них, а аж сатен. Но нет, было всего лишь 23. Ну, всего лишь-то, да, 23. Это, ну, нихреновенько так-то. Примерно в это же время начинается борьба Испании Португалий за колонией Дель-Сакраменто, которые располагались на вот, вот там вот они, короче, в Уругвае. Кому не покер. Но, это место стало перевалочным пунктом для контрабанда англичан из Рио-де-Ла-Плато. Испания обменял этот город у Португалии на 7 иезуитских колоний Гуарани, которые были расположены вот здесь, по границе с португальской Бразилией, как можно понять по карте. Через несколько лет торговли Испании с колониями в Америке снова была прервана английским флотом. Началась семилетняя война с 1753 по 63 год. Да, 7, действительно. В этот раз Испания вела боевые действия вместе с Францией против Англии и Португалии. Испанцам удалось захватить некоторые территории в северной части Португалии, но они потеряли Манилу и Гавану, которая захватила Англия. Согласно Парижскому мирному договору, Манилу и Гавану возвращались Испании обратно, но им пришлось отдать Сакрамен до Португалии, а еще Флориду в придачу Великобритании. А Франция потеряла Луизиану вместе с ее столицей Новым Орлеаном, что расположен на западе от Миссисипи. И все эти уступки были в пользу угадайте кого? Великобритании естественно. 18 столетие стало периодом наивысшего подъема испанских колоний благодаря проведенным барбонами, реформам и росту товарооборота. В колонии уже ходили не одиночные суда, а целые караваны судов. В 1760 году были открыты лигуриарные регулярные рейсы меж портом Кадисса и такими колониями, как Гавана, Пуэрто-Рико и Ла Плата. Кстати, в Ла Плате этой самой учредили вице-королевство в 1776 году. И чтобы бороться с контрабандой из колоний, ввели морской регистр. А это не хухры-мухры. А между тем, войны в колониях продолжились. В 1777 году закончилась очередная война с Португалией и закончилась мирным договором в Сан-Иль-де-Фонсо. По нему Испания возвратила себе Сакраменто, а также получила острова Фернандо-Поа, а они у берегов Гвинеи, а еще Аннабон в обмен на захваченные земли в Бразилии. В 1780 году флот Испанской империи продолжал увеличиваться, а вместе с ним рост объем торговли. Рост масштабов производства в Испании привел к окончанию монополии Кадисса в торговле с американскими колониями. В это время начинается стремительный рост производства текстиля в Каталонии. На местных предприятиях активно внедряются механические предельные машины. Барселона становится одним из наиболее крупных центров по выпуску текстильной продукции на всем обширном пространстве Средиземноморья. В этом регионе начинается рождаться класс буржуазии. В сельском хозяйстве появляется новая техника и приспособления для увеличения производственности производительности в смысле труда. Происходит усиление эксплуатации безземельных крестьянов. Но эффективность сельского хозяйства по-прежнему остается низковатой. Восстановление экономики Испании опять прервала война. На этот раз война за независимость США, которая продлилась с 1779 по 83 годы. Испания выступила на стороне Соединительных Штатов против Великобритании. В 83 году был заключен Парижский мир, по которому Испания возвратила себе остров Минорка и колонию Флорида. Великобритания также покинула такие колонии на побережье Карибского моря, как берег москитов и Кампичиа. У Британии остался контроль над Гибралтаром и Багамскими островами. А также суверенитет Великобритании признался за архипелагом Сан-Андрес и Провиденсия. Меж Великобритании и Испании случился так называемый Нуткинский кризис, который выразился в споре за залив под названием Нутка, что был у острова Ванкувер. В то время это была единственная удобная стоянка по которым определяли границы владений Великобритании и Испании на побережье Тихого океана. Экономические и административные реформы Бурбонов дали свои положительные результаты, а также хороший эффект имела реформа армии флота. Благодаря проведенным преобразованиям Испании все-таки смогла как бы эта самая Испания сохранить свои колонии в 18 веке. А еще Испания в значительной степени смогла восстановить свои позиции, утраченные после войны из-за испанское наследство. При Бурбонах Испания стала значительно меньше тратить деньги на войны и роскошь двора. Удалось преодолеть демографический спад, но сохранилась тенденция привлечения мигрантов из других европейских стран. В основном это были швейцарцы и немцы. И да, тогда Швейцария это не как сейчас, границы, да, там прежние, ну, в смысле, они там и зародились в то время, но это не как вот такая вот страна с огромными зарплатами там и высоким ВВП и прочими плюшками. А, блин, ну, как сейчас, я не знаю, какая-нибудь Босния и Герцеговина, ну, какая-то вот такая херня. И такая же херня творилась в близлежащих, как сказать, герцогствах, курфуршествах и прочих непроизносимых форм правления у германских государств. И там Тироль, Швабия, Бавария и прочие названия. Вот, в общем, оттуда мигранты и ехали в Испанию. Несмотря на значительную роль в Европе и мире Испания уже как бы утратила свой статус сверхдержавности. Ее эпоха подходила как бы к завершению. И вскоре произошли два ключевых события, которые полностью перевернули ход истории Испании. А после революции, произошедшей во Франции в 1789 году Испания встала на сторону стран, которые стали бороться с революционным правительством. В Руссильон даже вошла армия под командованием генерала Антонио Рикардоса Кирильо де Альбороноса. Через некоторое время французские войска выгнали их и сами вторглись в Испанию. Мануэль Гадой Маркиз Альварес де Фаря герцог Алькудия в должности первого министра занимался политикой поддержания мира с Францией. Согласно базальскому договору 1795 года он уступил французам половину острова Эспаньола. Современное название острова как можно уже было понять Гаити. Согласно договору 1996 года заключенному в Сан-Эль-де-Фонсе Испания заключила союз с Наполеоном против Великобритании. По этому договору были объединены флоты и армии обеих стран. Состоялся ряд сражений у Сен-Винсента, у Кадиса, у Санта-Круса де Тенерифе. При Сен-Винсенте английский флот одержал победу, а в двух остальных случаях просрали. Но в результате боевых действий Испания потеряла контроль над Тринидатом и Миноркой. Согласно Амьенскому договору в 1802 году Испании пришлось официально отдать Минорку Великобритании. Официально? Война быстро возобновилась вновь. Наполеон планировал вторгнуться на территорию Великобритании через Ла-Манш. В сражение при Трафальгаре это 1805 год произошла настоящая катастрофа для испанского и французского флотов. В результате Испания исчерпала возможности защищать свои границы. А вторжение на Туманный Альбион стало абсолютно нереализуемым. Испания вообще осталась без флотилии и потеряла возможность обеспечивать связь со своими колониями. И тут понеслась лихая. Но на континенте дела у Франции и Испании шли значительно удачнее. Наполеон нанес поражение второй коалиции, а для Испании очень успешно оказалась короткая победоносная апельсиновая война против Португалии. В результате Испания провела аннексию Оливенции. Во время проведения Наполеоном Франции. В это время в оккупированной Португалии были размещены французские войска. Португальцы были за британцев, если что. В 1808 году произошли события, поссорившие Наполеоновскую Францию и Испанию. Наполеон Карлович Бонапарт заставлял отречься от престола Испании короля Карла IV Карловича и его сына Фердинанда VII. А испанскую корону он отдал своему родному брату Жозефу. Результатом этих действий стало восстание в Мадриде, которое произошло в том же году. Его таки удалось подавить, но оно стало спусковым механизмом для начала испано-французской войны. Армия повстанцев под руководством Франциска Хавьера, Кастаньоса, Арагора, Урьосце и Алавиде, Графа де, Кастаньос и Арагонесса нанесла поражение французам в сражении при Байлине. Однако французы быстро организовали контрнаступление и вновь возвели на престол Жозефа Карлыча Бонапарда. Тогда испанцы начали партизанскую войну. Через несколько лет с помощью Великобритании французы были изгнаны с Пиренейского полуострова. После поражения Наполеона при Ватерло Фердинанд Карлыч снова взошел на престол Испании. Бурбоны восстановили свою власть. В это время в заморских колониях, как я сказал выше, понизлась лихая. Началось революционное движение за независимость. К началу 19 века система управления испанскими колониями выглядела следующим образом. Американские колонии были поделены на следующие вице-королевства. Перу, Новая Испания, Новая Гранада, Ла Плата. Также было несколько генерал-капитанств. Венесуэла, Куба, Чили, Гватемала. В большинстве из этих регионов местное, то есть индейское население, было истреблено при колонизации. Поэтому в колонии завозилось большое количество рабов. Экономика этих колоний полностью подчинялась интересам Испании, а все крупные административные должности занимали представители метрополии. Восстания в колониях не прекращались все время с 16 по 18 век. Однако в начале 19 века ситуация существенно изменилась. Ох уж это 19 век! Помимо того, что началось активное развитие капиталистических отношений, произошел ряд событий, который поднял восстание в колониях на новый уровень. Но среди этих событий можно естественно отметить успешную войну за независимые Соединенных Штатов, французскую буржуазную революцию, а также восстание рабов в Сан-Доминго, которые привели к независимости. Про это будет отдельный ролик. И последним толчком к освободительному движению в колониях стали события, произошедшие в самой Испании. И ведь кризис колониальной системы наметился еще в конце 18 века, а в начале 19-го его обострили разорительные конфликты с Великобританией, оккупация страны наполеоновскими войсками, революции и восстание внутри страны. Напомню, что серьезным ударом стал разгром флота Испании в морском сражении при Трафальгаре. Флот поделили на ноль. Испания оказалась отрезанная от колоний и, соответственно, не могла поддерживать политический и экономический контроль над ними. А кроме того, были серьезные проблемы и в самих колониях. Владельцы рудников и предприятий, а также креольские владельцы плантаций потеряли возможность легально продавать выпускаемую продукцию и покупать товары промышленного производства. Это привело к росту объемов контрабанды с Великобританией и увеличением недовольства среди креолов. В результате среди них сформировалось оппозиционное движение из помещиков и интеллигенции. С ними также были связаны некие зарождающиеся буржуазные элементы. В них входила торговая буржуазия, занимавшаяся посреднической торговлей с Испанией и контрабандой, естественно. На образованное население в американских колониях Испании такое было существенное влияние оказало литературу французских просветителей. В испаноязычной Америке то и дело возникали тайные организации креолов, которые планировали заговор и свержение колониального гнета Метрополии. Когда Наполеон Карлыч посадил на испанский трон своего брата Жозефа, революционеры в колониях провозгласили себя противниками ставленника Наполеона. Их расчет был на то, что теперь зависимость от Метрополии будет номинальной такой. В результате с помощью компромиссов они планировали взять власть в свои руки без долга и кровавой борьбы. Существовало также и умеренное крыло креолов, которым было достаточно статуса автономии колонии под испанской короной. Крыло креолов. Но вскоре Сивильская Центральная Хунта это революционное правительство Испании провозгласило колонии составной частью Испании и никак иначе. Представительский орган называется Кортес имел лишь 9 мест для депутатов от 15 миллионного населения колоний от Испании имевшей 12 миллионное население было 36 депутатских мест. Креолы крайне возмутились таким решением но в большинстве своем не рассчитывали на политическую независимость. В период с 1808 по 9 год в различных городах колоний вспыхнули вооруженные восстания против властей Испании. А в 1810 году восстали крупные города Латинской Америки большинство и там были организованы хунты. Так назывались революционные правительства которые были поставлены в местные испанской администрации. А в основном все события в колониях были похожи но были некоторые различия по регионам. Значит поехали по списку Север Южной Америки основными центрами революционной активности здесь стала новая граната современная Колумбия с Венесуэлой и Эквадором. Сначала восстание здесь не имело широкой поддержки но затем поняв о чем идет речь в него влились народные массы и освободительное движение перекинулось в центральную часть Южной Америки значится южная часть Южной Америки это Лаплата современные Ургвай Аргентина и Паргвай здесь движение за независимость протекало одновременно с решением противоречий в революционном лагере основная междоусобная борьба шла межсторонниками унитаризма и федерализма значится Новая Испания и Центральная Америка главный центр освободительного движения здесь находился в бывшей столице империи ацтеков Тиночтетлане который уже называли Мехико основным ядром борцов за независимость стали народные массы в числе которых были крестьяне индейцы пойдем по этапам первым этапом войны за независимость историки называют время с 1810-х по 18-й год в этот период большинство бывших колоний провозгласили независимость и создали независимые республики креольские революционеры не смогли привлечь на свою сторону широкие народные массы этим объясняется временное поражение революции на большей части колонии Испании второй этап войны за независимость продолжался с 1819 по 26 годы в это время были освобождены от испанских войск территорий колоний в Южной и Центральной Америке на этом этапе независимые республики были образованы во всех бывших испанских колониях исключение составляли только Пуэрто-Рико да Куба главным центром борьбы за независимость на первом этапе был город Каракас и вся Венесуэла в принципе национальный конгресс объявил о независимости Венесуэлы в июле 1811 года а спустя несколько месяцев была принята конституция республики главной движущей силой революции стало креольское так называемое патриотическое общество среди его активных участников был сам Симон Хосе Антонио Дела Сантисима Тринидад Боливар Дела Концепсион и Понте Паласиус и Бланка ну для нас он Симон Хуаныч Боливар а возглавлял общество Себастьян Франсиско де Миранда и Родригес для нас Себастьян Себастьяныч Миранда первый этап борьбы заключался в том чтобы революционер стремились отделиться от Испании и устранить ограничения мешавшие экономическому росту при этом аристокараты кривольского общества делали все чтобы борьба за независимость не превратилась в социальную революцию народных масс из-за этого осложнялась ситуевина для освободительного движения из-за внутренних противоречий в 1812 году вооруженные силы республики были разгромлены войсками Испании Симон Хуаныч направился в новую гранаду где также вспыхнуло освободительное движение там он при поддержке местных революционеров создает вторую Венесуэльскую республику в 1813 году но у оставших не было ничего ни оружия там ни прочих средств для того чтобы дать отпор испанским войскам серьезные проблемы также были в том что креолов революционеров не поддерживал народ от слова совсем мети самулат индейцы африканские рабы все они видели в революционерах своих угнетателей но испанцы смогли привлечь на свою сторону пастухов лионерос и часть негров деньгами естественно эти отряды так-то на минуточку возглавил самый крупный контрабандист Хосе Томас Бовес и Дела Иглесия он смог разгромить вторую республику умело используя ненависть народных масс к своим креольским эксплуататорам оставалась только партизанская армия которая действовала в северо-восточной части страны после такого разгрома креолы-революционеры признали необходимость обратить внимание на различные социальные требования простого народа особенно остро стояла отмена рабства а также земельный вопрос Симон Хуаныч Боливор изложил это в своей новой программе освободительного движения в ней предусматривалась отмена рабства и выдача земли солдатам что участвует в боевых действиях освободительной собственно армии в 1816 году собранная вновь армия дружно входит в Венесуэлу и громит напрочь войска испанские в составе этой армии уже сражались и негры-рабы и индейцы и другие слои населения которым обеспечивалась теперь свобода за добровольное участие часть из них получила офицерские звания и была награждена высшими наградами новой республики в 1819 году боливар предпринимает поход через анды в новую гранаду и тоже весьма успешно разбивает там испанские войска а уже два года спустя он полностью освобождает Венесуэлу и возглавляет там провозглашенную республику в городе под названием ангастур тогда же собирается конгресс который провозглашает создание объединенного государства Великая Колумбия в него кроме Венесуэлы вошли Новая Гранада Панама а затем и Эквадор параллельно с вот-вот ентими вот действами развивалось освободительное движение в бывших колониях региона Ла Плата здесь освободители так и не смогли договориться и поделились на ровно две части первые есть унитаристы которые представляли интересы креольских землевладельцев и буржуазии преимущественно из города Буэнос-Айрес вторые есть федералисты которые представляли провинциальные области и были недовольны привилегированным положением столицы в провинции Мендоса под руководством Хосе Франсиско де Сан-Мартино и Мотораса формируется освободительная армия Хосе Хуаныч принимал участие в освобождении Чили к 1822 году на территории современного Перу объединяются две армии Хосе Хуаныча Сан-Мартино и Симона Хуаныча Боливара на территории Перу креолы теперь получают существенный доход от добычи серебра и не сильно страдают от притеснений испанской администрации колонии поэтому они долгое время не решались на освободительную борьбу больше того восстание последнего вождя инка Тупака Манковича Амару в 1780-83 году была крайне быстро подавлена с их помощью местные креолы не могли рассчитывать на поддержку народа и не собирались возглавлять революционное движение но в 1821 году армия Хосе Хуаныча освобождает столицу Перу Лиму и провозглашает независимость страны на этот момент большая часть территории государства пока еще оставалась под контролем испанцев в следующем году Франциско и Симон договорились о том что Симон теперь встает во главе освободительной армии он издает декреты об уравнивании в правах индейцев и остального населения отчего все так прихренели о возврате земель общинам индейцев а также об отмене подушенной подати с индейского населения ну тут просто у всех отвал башки случился но зато это позволило значительно пополнить освободительную армию верхушка креулов по-прежнему занимала выжидательную позицию и не решалась на открытое выступление против Испании освободительное движение в Мексике сразу приняло характер народного восстания во главе крестьян стал Мигель Григорио Антонио Игнасио Идальго Кастильи Гальяго Мондарте Вилесеньор Население выступало за свержение администрации Испании возвращение земель индейцев а также против креольских землевладельцев шло время шло и пришло когда Мигель Кристабальевич был расстрелян его место занял Хосе Мария Текла Морелос и Павон Хосе Хосеевич удалось добиться больших успехов на этом поприще в 1813 году национальный конгресс проглашает независимость Мексики но через два года испанские войска смогли разгромить основные силы восставших в результате чего Мексика снова стала колонией новой Испании следующий этап вспыхнул после революции в Испании произошедшей в 1820 году при этом крупные купцы и помещики бюрократы и военные а также высшее духовенство стало добиваться независимости от революционной Испании они это делали с целью сохранения прежних порядков колонии это движение возглавил Агустинде и Турбиде и Арамбуру в 1821 году было объявлено о независимости Мексики и не долго думая Агустин Хосеевич объявляет себя императором Мексики Агустином Первым через год вот этот вот парень Антонио де Падо Мария Северино Лопес де ла Санта Анна и Перес де Леброн внятно объяснил новоявленному царьку что ну не стоит вам дальше править и буквально через год после коронации Агустин Хосеевич отрекается от престола Мексика становится республикой а Антон Антонович первым ее президентом в результате этого цирка между монархистами и республиканцами под испанским управлением осталось только вот это вот оно называется Верхнее Перу но и это ненадолго к 1825 году Боливер добрался и до туда и в итоге там провозглашается республика Боливия через год капитурируют испанские войска на острове Чилуэ и еще в Кальяо таким образом в статусе колоний у Испании остается только Пуэрто-Рико до Куба было стало размерчик в результате войны за ней зависимость колоний против Испании появилась куча всякого государственного да кроме того были ликвидированы различные препятствия на пути развития капиталистической системы в странах Латинской Америки к примеру трудовая повинность в пользу короля Испании таможенные пошлины подушная подать торговать теперь можно было не только с Испанией а и со всем миром а еще повышенные налоги для колоний тоже стали недействительны а также отменялось неравенство сословий и рас а еще был неизвергнут в ад институт инквизиции однако война за независимость в колониях не дала никакого решения земельного вопроса она лишь его отодвинула по-прежнему во всех независимых республиках были крупные латифундии помните и такое поместья которые принадлежали испанцам и сторонникам колониального режима были конфискованы но вы думаете они перешли народу? ага фигушки они естественно сразу перешли во владение новой аристократии сформированной в процессе освободительной войны особенно много владельцев земель появилось среди военных стоит отметить что часть креольских помещиков смогли все-таки сохранить свои поместья поэтому проблем как вы наблюдаете оставалось предостаточно в большинстве вновь образованных республиках еще несколько десятилетий сохранялось рабство фактически движение за независимость закончилось определенным компромиссом меж зарождающейся буржуазией и аграрными латифундистами это затормозило демократические и буржуазные реформы в данных странах до второй половины девятнадцатого века после окончания войны за независимость американских колоний в Испании последовал период восстановления абсолютной монархии ну то есть мятеж абсолютистов а потом династические конфликты а также либеральный военный переворот шла серьезная борьба меж различными фракциями либералов в это же время у Испании не было ни времени ни сил ни воли заниматься внешней политикой хотя были отдельные политики которые вели созидательную для Испании деятельность к ним следует отнести генерала и государственного деятеля Леопольда Карловича Одонелла и Хариса он внес весомый вклад в сплочение испанцев во время гражданских войн а также хорошо показал себя в международных делах он одержал победу при Татуане и Вадрасе что позволило выиграть войну что разгорелась с Марокко благодаря этому были расширены территории Анклава Сеута а на Атлантическом побережье Испании отвоевана Санта-Круз де Ламар Пикенья тем временем в Мексике разочаровались республики потому что они просрали Техас а еще Калифорнию и другие территории и сделали другую а потом и она была свергнута и решили такие а че бы нам не восстановить монархию а на трон позвать решили естественно Габзурга Максимилиана Иосифа Габзурга Лотарингена и он будучи герцогом не Лотарингей а Ломбардии не мог от такого отказаться к чему я веду спрости вы меня совместно с Максимилианом Францевичем Леопольдо Карлыч отвоевал часть колонии Испании в Мексике он также добился того чтоб Доминиканской республике был возвращен статус колонии Испании но ненадолго просиренили ее в 1865 году в период с 1861 по 65 год продолжалась гражданская война меж соединительными штатами и разъединительными штатами из-за этого в Испании возник экономический кризис еще один вызванный увеличением цен на хлопок кроме того сказались неудачные результаты реформы сельского хозяйства и железнодорожного транспорта руководил этим всем наш товарищ Леопольд Карлыч это привело к его отставке в Испании начались столкновения меж либералами прогрессистами и консерваторами воцарился непрекращающийся экономический кризис еще один и политическая нестабильность в итоге произошла революция в 1868 году ее продолжением стало провозглашение первой испанской республики в 73 а через два года происходит реставрация монархии и начинается более благоприятный временный отрезок в истории Испании король Альфонсо XII Франсискович вместе с министрами добивается некоторой стабильности и повышения престижа государства в общем всех умиротворяет за что и получает прозвище умиротворитель в этот период наблюдается что удивительно разумное управление и реальная оценка состояния страны в кои-то веки пока в Испании происходили все эти внутренние потрясения она еще сохраняла контроль над своими колониями примерно до 70-х годов 19-го века затем в этих самых колониях один за другим вспыхнули несколько восстаний а потом неким мозговитым людям пришла в голову идея взорвать броненосец Мэн в гавани города Гавана и это привело к вмешательству США в Кубинскую войну за независимость она началась в 1898 году и ну вы действительно думаете что у Испании были хоть какие-то шансы америкосы естественно были на тот момент значительно более сильным противником и вели политику агрессивной экспансии в средствах массовой информации была проведена массированная кампания и вина возложена на испанскую страну естественно историки до сих пор не могут дать однозначные оценки что стояло за взрывом крейсера Мэн была ли это диверсия Испании альпровокация со стороны США чтобы развязать войну хер его знает если честно в этой войне Испания потерпела унизительное поражение потеряла Кубу Пуэрто-Рико Гуам и Филиппины все эти колонии были уступлены США по Парижскому мирному договору некоторые историки в качестве конца колониальной империи Испании называют именно войну с америкосами но даже после этого поражения у Испании еще остались колонии в Африке и речь идет не об анклавах Марокко да и тогда они были не анклавами а таких колониях как Сахара Испанская Марокко Ифни и Гвинея земли современной экваториальной Гвинеи в свое время открыл Фернан Дупо это были аж 1470-е годы Испании они достались в соответствии с мирным договором Эль Пардо в 1778 году которым завершились войны за восточные миссии про это тоже видос было бы сделать неплохо Этого территория находилась в подчинении вице-короля Лаплаты В 1780 году в эти колонии была предпринята экспедиция Хоакина Примо де Ривьера и Перес де Акалия Она закончилась провалом и после этого испанцы не были в этих местах более 50 лет Раньше них там появились британцы естественно В частности в 1827 году слуги Лондона организовали на острове Фернандо По Порт Кларенс Остров сейчас называется Биока если что в котором разместилась база по борьбе с португальскими работорговцами Она ранее находилась в Сьерра-Леоне Она устала как-то далековато слишком и поэтому перевестили поближе В период с 1839 по 1941 год Великобритания предлагала купить эти колонии но против продажи выступил генерал Бальдомеро Фернандес Эспартеро и Альварес де Торо который в то время был регентом Испании Именно после этого испанские власти стали собирать экспедицию в свою забытую колонию В 1843 году сюда и прибыла бригантина Норвио под командованием капитана Хуана Хасел Эрена и Бори Он разгласил здесь суверенитет Испании А порт Кларенс был перевенован в Санто-Изабель Официально название колонии стало звучать как Территория Испании в экваториальной части Гвинейского залива Но я в самом начале говорил что испанцы любят длинные названия После этого ситуевина здесь практически не менялась никак Живший здесь Джон Джонович Бигфорд который стал британским консулом в Бенине он тогда назывался Биафра стал по совместительству губернатором Испании в этой колонии Здесь жили образованные африканцы из Сьерлеоне Их привез еще капитан Оуэн Эдвардович Стэнли когда основывал порт Кларенс Впоследствии здесь появилась группа негров с Ямайки которые знали английский язык Эти люди стали своеобразной прослойкой межевропейцами и местными жителями По свидетельствам современников в Санто-Изабелле проживали чуть менее тысячи цивилизованных негров и пара десятков еропцев Затем нескольких десятков лет в колонию Фернандопо приезжали лишь отдельные миссионеры да путешественники там всякие К примеру в 1848 после их изгнания это дело продолжили Кларентины как и говорили коммерсанты этих времен от этой колонии Испания не имеет никакой выгоды а лишь убытки торговли с ней никакой не ведется а на ее территории есть лишь несколько чиновников которые не пойми чем занимаются в 1858 году на Фернандопо такой раз и появляется губернатор Кларс Дачакон и Микелена что был неспослан из Испании он прибыл и ах удивился так как нынешней обстановке все бухие никаких производств нет все в праздности изредка кто-то ловит ребёху ничего не происходит в общем непорядок решил Кэрлос Францискович и взял население колонии так сказать в ежовые рукавички через несколько лет в колонии появляется рота колониальной пехоты которую перебросили с острова Куба начиная с этого времени кубинская администрация высылала на Фернандопо провинившихся чернокожих они сливались с потомками колонистов приезжавших с Ямайки и Сьерра-Леоны так в колонии образовался чернокожий господствующий класс который стали назвать Фернандиньо в период с 1885 по 87 год путешественник Мануэль Ирадьер и Бульфи присоединяет к Испании земли на африканском континенте которые были расположены напротив острова Фернандопо новая колония назвали Рио-Муни появилась в результате подписания договора с местными вождями что имели место царствовать на этих территориях однако официально Рио-Муни стала колония Испании только в 1900 году а после подписания договора с Францией по которому определялись границы французских и испанских колоний на африканском континенте реально внимание испанского правительства обратилось на колонии в Африке только после потери Филиппин и Кубы в результате войны с Соединительными штатами тогда они стали выпускать различные указы регулирующие административное управление и жизнь в колониях тоже регулирующие первые полноценные указы которые регламентировали управление этими землями были выпущены в 1904 году через три года генерал-губернатор колонии Анхель Баррера и Луанду выпустил документ регламентирующий развитие этих территорий в нем описывалось три основных направления это испанизация образование религиозное воспитание население колонии стали обучать на испанском языке наконец-то в колонии хотя бы единый язык появился согласно регламенту протестантские миссионеры могли вести здесь проповеди лишь на испанском языке колония под названием испанская гвиния включавшая в себя испанские территории в экваториальной Африке официально была учреждена только в 1926 году цифры мать их на острове Фернандо по высаживаются плантации какао а в Риамуни начинает развиваться заготовка древесины поскольку все эти товары уходят на экспорт в колониях строятся порты и дороги для их вывоза начиная с восьмого года создается гвардия колониал в нее собирают чернокожих солдатов которыми командуют испанские офицеры через некоторое время начинается вербовка местных жителей в испанский легион в 1914 году был принят регламент об образовании который учредил трехступенчатую систему обучения на испанском языке водилось обязательное образование мальчиков и даже девочек в возрасте от 8 до 14 лет это вызвало протесты у местного населения в общей сложности в колониях создали около 20 из родних школ в Санто-Изабель дополнительно обучали наиболее способных из них готовили местных чиновников и учителей там же с 1901 года издают местную газету название которой ясно без перевода Эль Эхо де Фернандо По в 1928 году организуется институт Патроната над населением который получил название Патроната де Индигенос целью этого учреждения является пинок под зад местных для цивилизирования по-европейски в свое время в Гвинеи побывал флотский офицер Луис Каррера Бланко и будущий диктатор Франциско Паулино Эрмена Хильде Теодулио Франко Баамонде он провел здесь несколько месяцев в 1927 году после установления в Испании республики положение местного населения существенно так ухудшилось в 1931 году эти колонии превращаются в огромную лесопилку а также увеличиваются размеры плантаций кофе и какао система образования патроната была забыта а местные нещадно эксплуатировались на плантациях представители республики кстати также преследовали кларентинов что неоднократно вставали на защиту местного населения в 1935 году генерал-губернатором в колониях становится Луис Санчес Гуэра что был социалист разрешенной политической партией на этих территориях был только народный фронт постепенно после 1935 года Испанская Гвинея как и все Испания становится местным проведением масштабного флешмоба гражданской войны в сентябре 1936 года некий подполковник что командовал колониальной гвардией поднял восстание в колонии Фернандо По он очень хорошо зашифровался ныне известна только лишь его фамилия Сырана но точно известно что он сказал республиканцам в очень грубой форме что шли по никуда подальше со своими претензиями к нему ибо действует он от имени Франциска Николасовича и не даст делать из местных рабов а вот этого вот подпевал у республиканского он скинул в погреб ну потом он там сказал разберется а в общем Санчеса Гуэру арестовали даже фотку отняли из википедии после этого Сырана назначил себя генерал-губернатором Мигель Эрнандес Парсель что был вице-губернатором который находился в городе Бата ну что есть столица колонии Риамуни не признал этого переворота и франкисты пошли в наступление на Бату а вице-губернатор с войсками выдвинулся им навстречу бой состоялся рядом с командочиной на реке Экуку победа осталась за республиканцами было убито двое солдатов а франкисты бежали в Габон что в то время есть колония Франции очень уж классный бой был да в Бате республиканцы арестовали всех сторонников Франка и поместили их в корабль с названием Фернандо По который был переоборудован в плавучую тюрьму а короче через месяц в Санта-Изабель пришел другой корабль сюда Демиюн с подкреплением от националистов тогда Сирана отправился в Рио-Муни и разгромил там всех до одного республиканца после чего уже они бежали во французский Габон с приходом ко власти сторонников Франка положение местного населения значительно улучшилось в 37 году власти подтвердили полномочия местных вождей а через год в возрожденном виде возрождается возрожденный институт возрожденного патроната возрожденный патронат вновь возрожденный учреждался как возрожденный общественный институт целью которого было продвижение развития и защита моральных и материальных интересах местного населения достижение этих целей планировалось посредством строительства школ приютов больниц лепрозориев а в экономической сфере создание кредитных обществ и кооперативов. Вот вам и нацисты. Во главе с кровавым диктатором Франко. Я ни в коем случае не оправдываю нацистов Рейха и прочих, я лишь говорю, что они везде разные были. В данном случае их, но согласитесь, зверями не назвать. Активизировалось строительство подобных социальных учреждений на всей территории колонии. В 43-м году в Санте-Изабелле была учреждена Бачелерата. Так называлась старшая школа Святого Фомы Аквинского, в которой готовили чиновников для местной администрации истуземцев. Был организован завоз рабочих из Нигерии для работы на сельскохозяйственных угодьях с возможностью получить гражданство испанской колонии. Это позволило освободить местное население от трудовой повинности и прибавить население. В это время в Европе Вторая мировая война вовсю как бы идет, а Испания по боку, ибо она в ней не участвует. Важный закон в серии реформ был принят в 44-м году. Он назывался закон об эмансипации. Согласно этому закону, местное население колонии разделялось на две группы. Ну вот, эмансипадос, например, они были приравнены к белым испанцам, аж. У них было гражданство Испании и соответствующие права и обязанности. Что перейти в эту категорию? Человек должен быть в возрасте старше 21 года, проживать в городе и иметь среднее образование. Вторая группа — это цветные, неэмансипированные негры. Они жили по обычным законам колонии, но и в соответствии с традиционным правом племени, если это не противоречило законам колонии и католическим канонам. В колонии Испанской Гвинеи проживало примерно 300 тысяч человек. Из них европейцев было около 1%. В 56-м году Марокко обретает независимость от Франции, и Испания передает этому новому государству территории, которые они контролировали в Северной Африке, кроме анклавов Сеуты и Милильи. И еще у них остался контроль за Западной Сахарой, сектором Тарфая и Сиди-Ифнии. Король Марокко, Мухаммед V Мулаевич, старается расширить территории своего государства, и вместе с марокканской армией вторгается в 58-м году в Испанскую Сахару. Эти события вошли в историю под названием «Война Эйфнии». В Испании она известна как «Забытая война», ибо Мадрид уступает Мухаммеду V сектор Тарфая и аннексирует территории Сигет-эль-Хамру и Рио-де-Оро. В 59-м году колонии на попережье Гвинейского залива возводятся в статус заморской провинции Испании. В этом году также были проведены местные выборы, на которых избрали парламент. В 63-м году провинции объединяются под названием «Экваториальная Гвинея», и новому образованию представляется ограниченная автономия. На всей территории «Экваториальной Гвинеи» создаются органы местного самоуправления, включая администрации там и законодательные собрания. В то же время сохранялась должность генерального комиссара, которого назначали испанские власти, и местные власти получили широкое возможности для разработки своих законов. Понятно, короче. В 68-м году Испания заявила о готовности предоставить независимость «Экваториальной Гвинеи». И так и случилось. «Экваториальная Гвинея» становится африканской страной, с одним из наиболее высоких доходов на душу населения на континенте, чуть ли не самым высоким. И опять это плоды кровавого диктатора Франка. В 69-м году Испания наконец передает государству Марокко земли Сиди и Фни. В западной Сахаре испанское присутствие сохранялось до 75-го года. После так называемого «Зеленого марша» Испания уходит и оттуда. Это время можно назвать окончательной потерей всех колоний. На сегодняшний день во владении Испанией в Северной Африке остались суверенные территории Сеута и Мелилья, на которые имеют претензии Марокко. В 2002-м году полиция и военные Марокко оккупировали остров Перехиль, но затем их вытеснила испанская армия. Ну вот, как-то так. Но это не все. Ниже приводятся все колонии и территории, которые в разное время принадлежали Испании. Подвод, так сказать, итогов. Ибо, наконец-то, видос этот заканчивается. Американский континент. Северная и Южная Америка. Вице-королевство. Новая Испания. Новая Гранада. Рио-де-ла-Плата. Перу. Генерал-капитанство. Флорида. Куба. Гватемала. Пуэрто-Рико. Санто-Доминго. Внутренние провинции. Юкатан. Чили. Венесуэла. В океании. Гуам. Испанская Ост-Индия. Азия. Генерал-капитанство. Филиппины. Африка. Испанская Сахара. Колонии Рио-де-Ора. Сигет-Эль-Хамра. Канарские острова. Испанская Гвинея. Колонии Рио-Муни. Фернандо-По. Испанская Марокко. Колонии Сеута. Мирилья. Ифни. Сектор Тарфая. Территории в Европе. Итальянские территории. Сицилия. Парма. Неаполитанское королевство. Сардиния. Ломбардия. Область. Президий. Французские территории. Руссельон. Франшканте. Люксембург. Нидерланды. Да, Португалия с ее колониями. Фуууу. Я честно скажу, что я охренел делать этот ролик. Торт был потрачен немеряный. И силушек моих в голос, так сказать, было отдано немало. А еще на монтаж. Поэтому лучшей благодарностью для меня от вас, дорогие телезрители, будет распространение ролика. Язык уже не двигается. Расскажите там интересующимся товарищам объянным повествованием. Пусть побольше людей станет чуть более образованней. Пишите свое мнение. Делать ли еще такой неимоверно длинный формат для меня про какую-нибудь Португалию, Германию или про... Господи, прости, Британию. Аль не делать. В общем, хрень аль не хрень. А то я уж через свою призму и этого немножечко не могу понять. Ну и, как говорит Константин Сергеевич, огромной вам удачи и пока.